МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Малышка Юн Соли родилась 31 декабря, а уже через два часа ей исполнилось два года. Такая метаморфоза произошла из-за традиционной системы отсчёта, которую в Южной Корее применяют до сих пор. Восточно-азиатский счёт возраста пришёл из Древнего Китая. Согласно ему, когда ребёнок рождается на свет, ему уже год. А следующий год насчитывается не в день его рождения, а в ближайший Новый год. «Когда я сообщил друзьям, что моя дочь родилась 31 декабря, некоторые стали смеяться над тем, что через несколько часов после рождения мой ребёнок стал двухлетним. Но я не знал, смеяться мне или плакать». Мама уже волнуется за ближайшее будущее дочки. Ведь фактически ей только четвёртый месяц. «Когда она пойдёт в детский сад, то и физически, и умственно будет сильно отличаться от других детей в группе». Ещё одна молодая мама Со Хё Сон тоже говорит, что пережила сильное потрясение. Её малыш должен был появиться на свет 7 января. Но роды начались преждевременно – 29 декабря. «Мой врач спросил, почему я плачу. Я ответила, что должна была потерпеть до января, но не смогла. Теперь ребёнок родится в декабре. Врач сказал, что раз ребёнок хочет родиться сейчас, то давайте просто радоваться, поскольку такие физиологические процессы не остановить». Не всем южнокорейцам нравится древний счёт возраста. Многие считают его просто пережитком прошлого, который создаёт неудобства. Причём пожилые отчитывают свои годы по лунному календарю, а молодые – по григорианскому, который используют в большинстве стран. «У нас существует несколько способов подсчёта возраста, и люди в них путаются. Южная Корея – единственная страна в мире с такой системой исчисления возраста. Даже Северная Корея отменила её. Китай и Япония давно перешли на международную систему. Нам надо сделать так же». Депутат Хван Чухон внёс на рассмотрение парламента законопроект с предложением отчитывать возраст граждан по международной системе. Это первая законодательная попытка отменить традицию. Нигерийский город прославился тем, что в нём рождается много близнецов. Местные жители утверждают, что этому способствует их пища. Ученики нигерийской школы в Икбаоре вышли на перемену. И среди ста детей – девять пар близнецов. Причём подобную картину можно увидеть по всему городу – и на улице, и на рынке. Куда ни пойдёшь, везде встречаются близнецы или двойняшки. У Йеники Бомиморе рожала близнецов восемь раз. «Близнецы – это замечательно. У нас для них есть специальный праздник. Мы отмечаем его, угощаясь фасолью и кашей». В Икбаоре живёт народность Йоруба. В 70-х годах здесь провёл исследование британский гинеколог. Он выяснил, что на каждую тысячу новорождённых приходится сто пар близнецов. Это один из самых высоких показателей в мире. Научного объяснения такой особенности города пока нет. Но местные жители говорят, что столько близнецов рождается благодаря особенному питанию. Здесь очень популярны плоды бамии. В них содержится много белков, углеводов, органических кислот, витаминов и минеральных солей. Йоруба готовит из плодов бамии рагу. Причём едят его только свежим, никогда не оставляя на следующий день. На загруженных дорогах филиппинской столицы можно увидеть не только автомобили. Между ними ловко снуют тысячи продавцов, предлагающих всё – от еды до баскетбольных мячей и комнатных растений. Снующие между автомобилями продавцы – привычная картина на дорогах Манилы, столицы Филиппин. Для многих это единственный способ прокормить семью. «У некоторых людей нет времени ходить по магазинам. Может, они заняты на работе. Тогда они покупают у нас то, что им необходимо. Иногда они даже считают, что цена очень высокая и с нами торгуются». Город перегружен транспортом. Отчасти это объясняется устаревшей железнодорожной инфраструктурой и часто ломающимися поездами. Это выливается в миллионы машин на дорогах. Торговцам официально запрещено ходить между автомобилей. Однако дорожная полиция закрывает на них глаза. Хотя некоторые водители жалуются, что из-за дорожной торговли образуются пробки, продавцы с этим не согласны. «Мы не считаем, что кому-то мешаем. Если надо отойти, мы идём на обочину. Зачем нам стоять на дороге, когда нужно отходить? Нас же могут задавить. Мы не продаём, если машины едут. А если горит красный свет, тогда мы туда идём. Не думаю, что мы замедляем движение». Некоторые водители готовы поддержать продавцов. «Делать покупки здесь очень просто. Ещё мы можем помогать тем, кто пытается заработать на жизнь на дорогах». Ассортимент товаров очень широкий. Прямо не выходя из автомобиля, можно купить всё. От закусок до баскетбольных мячей и даже деревья в бонсай. «Если вы продаёте деревья в бонсай или что-то ещё, важно не злиться. Нужно всегда улыбаться клиентам. Если видите, что им неинтересно, нужно отойти и предложить кому-то ещё. Всегда улыбаться. Если покупатели видят улыбку, они улыбаются в ответ». Продавцы в среднем зарабатывают по 10 долларов в день. Это больше, чем минимальная зарплата в стране. В немецкой деревне уже более 120 лет. С апреля по октябрь почту доставляют на лодке. Многие дома стоят на островке на берегах многочисленных каналов. Вот уже 120 лет в немецкой деревне Лиде работает речная почта, единственная в Германии. Деревушка находится в знаменитой низменной местности Шпривальд, изрезанной множеством речных каналов. Почтальон Андрея Бунар обслуживает 65 домов. В её длинной лодке письма и посылки, а также почтовые марки. «Люди в Лиде очень дружелюбны. Здесь иной образ жизни. Все меня узнают. Даже маленькие дети приветствуют почтовую лодку». Андрея с утра развозит почту на машине в соседнем Лубинау. Говорит, там окружена городской суетой, а здесь душа отдыхает. «Едва захожу в лодку, вода успокаивает и торопливость уходит. Всё вокруг расслабленное и умиротворённое». Речная почта работает сезонно с апреля по октябрь. Почтальону иногда приходится доставлять газонокосилки, телевизоры и детские качели. Зимой корреспонденцию посылки привозят на машине. На северо-западе Индии по-прежнему изготавливают мебель и другие изделия из бамбука по старинным методикам. Без использования химических веществ. Однако теперь мастера жалуются, что едва сводят концы с концами. Это отдалённая деревня Дебругарх в штате Асам на северо-востоке Индии. В местных мастерских кипит работа. Здесь изготавливают мебель и другие изделия из бамбука по старинным методикам. Никакой химии. Это обеспечивает долговечность, качество и экологичность. Это ценят многие покупатели. «Их особенность в том, что они вымачивают бамбук в коровьем навозе и моче в течение месяца. Это гарантирует защиту от червей. В другую продукцию, покрытую химическими веществами, со временем проникают черви, а в эту нет». Северо-восточные штаты Индии называют «бамбуковым регионом». Они веками славились своими изделиями из этого материала. Для местных жителей это важный источник дохода. «Продаём в соответствии с запросами рынка. Заказывают также люди, которые видят нашу продукцию на Фейсбук». В то же время мастера жалуются, что теперь едва сводят концы с концами. Винят дешёвые импортные товары из Китая. Правительство также не помогает. В отдалённых регионах Австралии решили что-то делать с нехваткой врачей. Теперь студенты медицинских вузов участвуют в культурной программе, изучая уклад жизни аборигенных народов. «Это не то, чем обычно занимаются в медицинском университете. Будущие врачи Австралии отправились в культурное турне, чтобы лучше узнать традиционный уклад жизни народа Ларакия в Дарвине. Здесь уверены, если студенты познакомятся с традициями, то им будет легче работать в северной территории». «Иногда эти люди, приехав сюда, чувствуют себя изолированными, чувствуют большое давление, поскольку ничего об этом месте не знают. В результате они испытывают культурный шок, что приводит к большой текучке кадров». Аборигены до сих пор пользуются системой родства. Она определяет, кто с кем может вступать в брак, кто отвечает за определённые церемонии, кто какие роли выполняет во время похорон и каким образом общаются разные члены рода. К примеру, зятю запрещено общаться с тёщей. Они не могут находиться в одной комнате или вместе ехать в одной машине. «Очень важно выучить эту систему ещё в школе». Хотя система родства призвана объединить аборигенные народы, она также может оказать негативное влияние на тех, кто решает выйти замуж или жениться за пределами своей группы. «Это означает, что такие люди будут более изолированными от своего общества и своей культуры. Это может сказаться на их физическом и психологическом состоянии и общем самочувствии». В северной территории надеются, что культурные курсы не только помогут удержать врачей, но также улучшат отношения между врачами и пациентами. В одной детской больнице маленькие пациенты больше не боятся скуки. Их развлекает робот, который ездит по местному зоопарку и снимает зверей. Этого робота зовут Леус. Недавно он поселился в зоопарке польского города Познань. Его задача – снимать на видео животных и транслировать изображение на компьютер, который стоит в детской больнице. Благодаря этому маленькие пациенты могут побывать в зоопарке, не покидая палаты. Робота привёз сюда Лукаш Бондаровский. Он возглавляет фонд защиты диких животных «Дон Виторио». Идея появилась, когда его собственный сын попал в больницу. «Через компьютер мы соединяемся с Леусом. Это имя нашего электронного волонтёра. Благодаря ему мы можем гулять по зоопарку, можем прийти туда и наблюдать за слонами так, как будто они рядом». В детской больнице идею с радостью приняли и врачи, и пациенты. «Общение с животными снимает стресс и ослабляет боль. Каждому ребёнку очень неприятно в больнице. Дети часто жалуются на скуку. Такой способ занять свободное время очень важен. Так детям легче переносить все эти страдания». Во время удалённой экскурсии с детьми общаются либо смотрители зоопарка, либо волонтёры. Они рассказывают о животных, которых снимает робот. Причём ребята могут заглянуть туда, куда обычным гостям зоосада заходить нельзя. «Мы очень стараемся сделать так, чтобы дети получали не только удовольствие, радость и развлечение, пока лежат в больнице, где грустят, страдают или скучают по дому. Мы, конечно же, хотим подарить им немного веселья, немного радости, но также даём знания». Фонд «Дон Виторио» планирует приобрести ещё 20 роботов и сотрудничать с другими больницами и зоопарками. Роботы также будут снимать различные достопримечательности. В озёрном крае Англии появился необычный вид йоги с животными. Там в заповеднике поклонники индийской практики занимаются рядом с кошачьими лемурами. Йога в окружении природы и кошачьих лемуров. Необычные занятия проходят в заповеднике Лейк-Дистрикт на северо-западе Великобритании. Пока девушки выполняют асаны, миловидные животные непринуждённо бегают вокруг. «Доказано, что проводить время с животными очень полезно. Это успокаивает, избавляет от суетливости. Это помогает войти в хорошее состояние». Кошачьи лемуры живут в заповеднике уже 20 лет. Но йогу в их обществе стали проводить недавно. Идею подсказали посетительницы спа-салона, которые сами занимаются индийской практикой. «Они увидели, как лемур сидел в позе лотоса. Он грелся на солнце и наслаждался. Это было похоже на одну из поз, которые они принимают». Занятия йогой с лемурами здесь называют лимогой. Чтобы попасть на сеанс, надо записываться заранее. Одновременно могут заниматься не больше четырёх человек. И хотя желающих много, к лемурам пускают не всех. «Вы должны быть спокойны и расслаблены. Нельзя пугаться, если на вас заберётся животное». По мнению смотрителей заповедника, чтобы почувствовать единство с дикой природой, нужно быть очень осторожным и продуманно общаться с любым животным. Занятия в заповеднике платные. Часть вырученных средств Lake District перечисляет благотворительной организации, которая занимается защитой лемуров на Мадагаскаре. Учёные британской экспедиции нашли изобилие морской жизни во время исследования отдалённого атолла в Индийском океане. Они говорят, что он пример того, как должен выглядеть здоровый тропический риф. Альдабра — один из крупнейших в мире коралловых атоллов. Он находится более чем в 1100 километрах от столицы Сейшельских островов города Виктории. Он настолько отдалённый, что его почти девственную природную среду некоторые учёные считают современным эталоном тропических рифов. Исследователи на борту судна Ocean Zephyr в ходе экспедиции Necton уже больше недели проводят погружение в этой местности. Они хотят досконально изучить экосистему Альдабры и узнать, как разные слои океана взаимодействуют друг с другом. Животные, которые обитают у дна, не такие, как у поверхности. Мы увидели это во время погружения на субмаринах. Хотя они различаются, но на самом деле они очень связаны. В 30-метровом поверхностном слое обитает большая часть рыбы и кораллов. Далее живых организмов становится всё меньше. Учёные говорят, что здесь они отметили необычно большое количество крупных хищных рыб, таких как акулы. Однако они до сих пор не поняли, почему морских хищников здесь так же много, как и обычной рыбы. Они планируют подробнее это изучить, а также понять, какие факторы на это влияют. «Это может означать, что классическая структура в виде трофической пирамиды здесь не такая, как на рифах в других частях планеты. Мы хотим это понять и лучше изучить». Альдабра входит в список природного наследия ЮНЕСКО с 1982 года. За это время морская жизнь смогла восстановиться вслед за десятилетиями масштабного вылова рыбы. Собранные данные учёные будут классифицировать ещё несколько лет. На планете остаётся всё меньше орангутанов. В рамках программы «Сохранение редких животных» учёные наблюдают за этими обезьянами на острове Калимонтан. А помогает им дрон, оснащённый тепловизором. Остров Калимонтан – одно из мест обитания редких орангутанов. Этих обезьян осталось на планете критически мало. Защитники природы и учёные совместно разработали новый способ для наблюдения за исчезающими животными. Они оборудовали дрон тепловизором. Подобные приборы используют в астрономических телескопах. «Тропики влажные и жаркие. Поэтому мы не были уверены, что прибор увидит тепло от тела орангутангов. Но всё получилось». Орангутаны проводят большую часть жизни на деревьях. Ночью спят в гнёздах. Причём каждый раз делают новые. Исследователи решили искать обезьян в тёмное время суток. «Вечером лес остывает. Разница в температуре увеличивается, поэтому найти животное легче. Самое лучшее время – раннее утро. Потому что за ночь воздух остыл. Всё остыло, и животных проще обнаружить». За неделю дрон выполнил 28 полётов и нашёл более 40 орангутанов. Однажды он также обнаружил группу носочей – более мелких обезьян. Теперь специалисты разрабатывают новую технологию, чтобы обучить тепловизор искать приматов определённого размера. Раньше орангутаны обитали по всей Юго-Восточной Азии. За последние полвека их стало на две трети меньше. Теперь орангутанов можно встретить только на островах Калимантан и Суматра. Уникальный заповедник обезьян в Каталонии дарит счастливую жизнь спасённым шимпанзе и макакам. Когда-то они были цирковыми артистами, телевизионными звёздами или просто домашними животными, которые годами недоедали и жили в ужасных условиях. Макаки и шимпанзе в каталонском реабилитационном центре Мона живут в полном умиротворении и сытости. Но такой их жизнь была не всегда. Когда-то эти животные были пленниками людей, которые держали их незаконно либо в очень плохих условиях. У каждой обезьяны своя грустная история. Кто-то развлекал цирковую публику, а потом стал не нужен, и его продали. Кто-то жил в парке и страдал от жестоких шуток посетителей. А некоторые провели много лет в тесных клетках. Все новые питомцы центра поступают сюда с физическими и душевными проблемами. Некоторых слишком рано отняли от матери, и таким теперь трудно понять, кто они – люди или обезьяны. «Мы даем им возможность жить вместе с животными их вида. Человек никогда не даст шимпанзе или любой другой обезьяне того общения, которое они получат в группе сородичей». Некоторые макаки не сразу привыкают к животным своего вида. Кому-то хватает месяца, некоторым нужны годы. Одного самца держат отдельно почти восемь лет, поскольку он по-прежнему агрессивен. За обезьянами круглосуточно наблюдают, их лечат и всячески опекают. «Мы установили низкие конструкции, например, качели. Обезьянам на них легче забираться. По специальным трапам они добираются до спален. Для Тото, который умер в 57 лет, нам пришлось сделать перила». В дикой природе обезьяны живут 30-40 лет, но здесь доживают до глубокой старости. «В неволе они могут жить до 60 лет. У нас одна обезьяна дожила почти до 70. Он умер несколько лет назад и до этого был самым старым шимпанзе в Европе. Здесь у нас превосходная жизнь». Долгой жизни, по словам ветеринаров, способствует уход, покой и правильное питание. В заповеднике также проводятся научные исследования. Это один из трёх европейских центров, полностью посвящённых приматам. Два других находятся в Великобритании. На сегодня у меня всё. До встречи в следующих выпусках. И пусть каждая новость будет хорошей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова